Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода Своих же СМИ Михаил Прохоров, владелец холдинга, учинил под нажимом властей, под угрозой уголовного дела. А причиной реальной стали расследования разнообразные РБК, в том числе и по случаю Катерины Тихонова, его застройки территории МГУ и ее мужа, зятя Путина Кирилля Шамалова. И за последние годы он стал долларовым миллиардером. Добрый вечер, Юрий Антонович. Добрый вечер. Хотел вас спросить. Получается, что мы получили новое доказательство, что Россия в прямом смысле не европейская, а такая азиатская авторитарная страна третьего мира. Если у нас пресса легко так зачищается. Ну, в общем, похоже все так. Я бы только сказал, что география таких режимов, она гораздо более широкая. Там и африканские страны есть, и Латинская Америка через это прошла очень крепко. Ну, вот, к сожалению, такая ситуация. К сожалению, мы действуем, мы наступаем на грабли и продолжаем сокращать поле свободы мнений, поле дискуссий, поле поисков, поле новых решений, новых программ и так далее, и так далее. Это во вред себе. А вот там говорят, что народ этого и хочет, что ему никакая свобода слова печати не нужна. Ну, в лучшем случае там нужна одна какая-нибудь биржевая такая газетка, которая вот будет там про бизнес писать, а для второй уже и места-то нет. Ну, я думаю, что это не совсем такая, тоже расхожая точка зрения, но я думаю, что она неправильная. Потому что есть большой процент людей грамотных, образованных, это люди с высшим образованием, это специалисты в самых экологических областях, это профессионалы, это бизнесмены, это менеджеры. Очень большой круг людей, которые с этим не согласны. Но среди простых людей, я думаю, далеко не все так думают. Давайте к Владиславу Иноземшеву обратимся, а он у нас в Вене сейчас, такое символическое место. Вот я замечу, что в отличие от человека, когда-то завоевавшего аншлюзом Австрию, в отличие от Гитлера, Путин и его подручные не закрыли сразу все средства массовой информации, независимые там или оппозиционные, а сначала создали такую массовую госпропаганду, а вот теперь взялись уничтожать постепенно, так сказать, даже через владельцев, оказывая так давление, вот эти мелкие независимые СМИ. Ну, получается, что это не обычный авторитаризм, да, а он как-то вот совершенствуется, развивается в 21 веке. Что нового вы увидели? Ну, смотрите, я думаю, что в путинской модели, когда сейчас складывается в России, на самом деле нового очень много. И модель эта совершенно серьезно отлична от того, что мы в основном видели в 20 веке, классические формы авторитаризма. Она сочетает в себе определенную экономическую доминанту. Все-таки прежние авторитарные режимы во многом были, в первую очередь, политические. В данном случае, я думаю, основные цели путинского режима сегодня лежат в экономической сфере. Политика и идеология являются скорее прикрытием. С другой стороны, конечно, Путину удается, и это тоже большое его, скажем так, не искать заслугу, то, по крайней мере, свидетельство его большого политического таланта, в каком бы смысле это ни говорить, ему удается управлять квази-авторитарными методами довольно открытой страной с точки зрения открытой и с точки зрения въезда-выезда, и с точки зрения обмена информацией, и всяких потоков информационных и торговых и так далее. То есть, речь идет о том, что режим сегодняшний российский вряд ли имеет аналогии. И какие-то параллели с Гитлером или там с Каддафи или с кем-то еще, я думаю, было бы совершенно неправильно. Мы должны исследовать режим, каким он является, а является он гораздо более сложным, чем большинство прежних авторитарных систем. Хорошо, к Юрию Барко я хотел бы тоже обратиться. Ну вот уже Владислав сказал, что это как бы такой открытый авторитаризм, да, оставляющийся всякие возможности. Ну вот мы видим, что сегодня Госдума приняла в первом чтении так называемый антитеррористический пакет, который позволяет без суда ограничивать выезд из России лиц, которые причастны будут к, ну власть так решит, к террористической или к экстремистской деятельности. Ну экстремизм это в нынешнем понимании, это в общем часть оппозиционной тоже деятельности. Вот, также заодно понижается, кстати говоря, минимальный возраст до 14 лет ответственности за так называемые террористические преступления. Ну вот что-то тут по сталинскому пути, что-то там по брежневскому. Вот этот режим нынешний, как вы думаете, вот его эволюция, как пойдет дальше? Это вот такие демонстративные вещи или это действительно реальные изменения политики на наших глазах? Вот нынешний режим, он избрал свой вариант такого последовательного развития авторитарной власти. Это кардинально отличается от сталинских времен, кардинально просто. Там шло все под лозунгами капиталистического оружия, внутренние враги, чем дальше к социализму, тем больше сопротивление классу врага. Здесь вот такой ползучий авторитаризм. Каждый отдельный, конкретный взятый закон, как бы, ну вот, да, приняли. А когда смотришь в это в динамике, получается действительно последовательная линия превращения легализма, легальности в свою противоположность. То есть это такой ползучий антиконституционный переворот? Совершенно верно. То есть конституция остается, но она не действует? Да. Но где-то ведь власть и отступает иногда, вот, так сказать, ну что-то происходит, где-то какое-то такое сопротивление вдруг, она тут же готова уступить, то есть она достаточно гибкая. Ну, там, где возникает опасность какого-то массовых вступлений, вот то, чего не хочет, вообще-то говоря, власть, она не провоцирует эти массовые вступления, она остается их отмежеваться от этого и предотвратить. Потому что, все-таки, главная линия нашей пропаганды, эти опросы показывают, что эта пропаганда эффективна, это 86 или там сколько-то процентов, которые поддерживают режим. Что, в общем-то говоря, упрощение, конечно, но лучше избегать массовых повторений таких, которые вынудили бы власть, там, скажем, ну, повторить, там, болотный процесс. Сделали его, продолжают, и выискивают все равно новых людей, но лучше пока без этого. Владислав, я тоже вас хотел спросить, вот этот вот законопроект, как вы воспринимаете? Вы его вписываете в такой предвыборный контекст, или это действительно вот так вот, степ-бай-степ, шаг за шагом происходит, так сказать, закручивание гаек там, где общество не сопротивляется? Знаете, это сложный вопрос. Я не уверен, что речь идет о конкретном закручивании гаек. Опять-таки, вернусь к тому, что особенность существующего режима заключается в том, что оно воздействует, в отличие от того же сталинизма, о котором вспоминал наш коллега сейчас, оно воздействует на население, на граждан страны не только и не столько непосредственно и прямо, сколько, скорее, потенциально. Вот вспомните, как много было разговоров о законе о запрете пропаганды, так называемых, нетрадиционных социальных отношений несовершеннолетних. Вся пресса, куча западных комментаторов просто в пене обсуждали этот закон. Он не был применен ни разу. То же самое здесь. Применялся, применялся. Несколько раз применялся, так сказать, в таком не жестком варианте. Может быть, я просто не следил, да. Но так или иначе, согласись, что один или два раза. То есть в данном случае мы имеем увеличение количества законов и правил, которые делают огромное количество российских граждан потенциальными преступниками. Это очень латентно. Власть может в случае хода обострения отношений, в случае каких-то действий отдельных лиц заявить, что эти люди действительно нуждаются достойно того или иного наказания или ограничения в свободах и правах. Но в остальном они просто постепенно накапливают на будущее для каких-то следующих целей вот этот массив правовой, скажем так, массив законодательный, который позволяет держать граждан под постоянным напряжением, ничего не предпринимая так решительно, как они могли бы, может быть, предпринять. Они действуют осторожно, но оставляют для себя две очень открытые. — Ну, понимаете, тут есть один такой момент. Вот эта вот возможность выезда и миграции — это в некотором смысле клапан, да, который снимает напряжение. Если они будут закрывать эту возможность, да, то будут что делать? Накапливать революционный потенциал? Так получается, Юрий Анатольевич. — Ну, я думаю, что тут тоже будут гибко поступать. Советская власть тоже гибко поступала. В 70-е годы она не только там евреев стала выпускать, но и диссидентов. — Но не всех. — Но не всех. То есть выборочно. В каждый конкретный случай решение было, так сказать, сугубо конкретным. — В общем, идет Россия по пути к Советскому Союзу, получается. Вот мы, собственно, и подошли, так сказать, к тому, что было главной темой нашего разговора, как мы намечали его. Ну, тут Валдайский клуб и его эксперты сделали такой доклад, который называется «Россия и Европейский Союз. Три вопроса о новых принципах отношений». Да, вот такая красивая у них книжечка. Тонкая брошюрка, я бы сказал, «Общество знаний». Вот, и вот в этой брошюрке там некоторое количество идей. Они, собственно, исходят из того, что, собственно, есть некая данность. И после этой данности вот все изменилось теперь, и нужно по-новому строить в России отношения с Европой, с миром. Ну, в общем, вот некие рекомендации дают. Давайте мы послушаем авторов этого произведения. Это у нас, значит, Тимофей Бородачев, Федор Укьянов и Дмитрий Суслов. Ну, вот там, начиная от Федора Укьянов, давайте дадим им слово. К сожалению, они не смогли к нам прийти, а потом обсудим. Накопленный опыт, безусловно, достоин того, чтобы его глубоко анализировать. При любом отношении к этому времени, кто-то считает, что это было время правильное и неиспользованных, но имевшихся возможностей. Кто-то считает, наоборот, что это был вообще тупиковый путь изначально. Эта эпоха закончилась. Закончилась она, ну, формально, наверное, событиями 2014 года. Но, конечно, кризис в отношениях России и Евросоюза начался не с Украины, а начался существенно раньше. Об этом мы в докладе пишем. Предложить некоторую новую концептуальную базу взамен той интеграционной модели, которая действовала с начала 90-х годов, в этом мы увидели насущную необходимость. События последних двух лет сформировали принципиально новый контекст в отношениях между Россией и Европейским Союзом. И эти события, они не ограничиваются только военно-политическим кризисом в Европе, в первую очередь в Восточной Европе. Эти события также изменение баланса российской внешней торговли. Европейский Союз уже не контролирует больше 50% российской внешней торговли. В прошлом году доля Европейского Союза составила 44,6%. На протяжении многих лет наши европейские друзья как раз исходили из того, что Европа настолько важна для России, что никаких изменений здесь быть не может. Это уже не так. Уже не страна Европейского Союза является крупнейшим внешним торгово-экономическим партнером России. Сейчас крупнейшим внешним торговым партнером России, как одна страна, является Китай. И Германия идет только после него. Сама Россия меняет свое видение, своего места в мире, пересматривает. И тот процесс, который принято называть поворотом на восток, большей открытостью к странам Восточно-Юго-Восточной Азии, Тихоокеанскому региону, он тоже вынуждает нас по-новому посмотреть на отношения с Европейским Союзом. Главное здесь заключается в том, что на протяжении ближайших лет, а может быть и десятилетий, мы об этой новой модели не договоримся. И в то время, как все последние годы отношения России и ЕС на идеологическом уровне все же определялись или следовали этому прекрасному видению большой Европы от Лиссабона до Владивостока, вот про это видение и эту идею можно смело забыть. И она не будет являться точкой отчета для выстраивания новой философии отношений России и Евросоюза. И в западноевропейских странах, и в Брюсселе, и в российском руководстве все чаще говорят о необходимости нормализации отношений России и ЕС. Но при этом мы не должны забывать, что мы имеем принципиально разное представление о норме. В Европейском Союзе даже наиболее конструктивно настроенные в отношении России страны не готовы отойти от традиционной модели Евросоюза-центричной большой Европы, в рамках которой Россия должна найти свое место на той или иной орбите вокруг Европейского Союза. Россия и Евросоюз принципиально не способны договориться о взаимоустраивающей их стратегической модели взаимоотношений. Для России возвращение к Евросоюза-центричной модели отношений, к модели, где Россия является частью международного сообщества Евросоюза, это тотальное безумие. Это невозможно. Это самоубийство просто в государственном смысле. Ну вот это закончил свою речь Дмитрий Суслов, тоже эксперт Валдайского клуба. Я спрошу Юрия Барко, собственно, вот ваши ощущения, да, они там констатируют, конец интеграционной модели, Россия уходит на восток, договориться не удастся. Как вам эта картина мира? Ну, эта картина упрощенческая, прежде всего. И даже она заключается в обращении в том, что во всем докладе в Алдайском не упоминается как таковой украинский кризис и роль, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Европейского Союза в этом кризисе. Потому что и та, и другая сторона сыграли роль в этом, и та, и другая сторона допустили существенные ошибки, не только Россия. Но вся штука в том, что наши отношения с Евросоюзом, они с самого начала, и в соответствии с соглашением о партнерстве сотрудничества, строились на двух уровнях. Я напомню заголовок соглашения, соглашение о партнерстве сотрудничества между Российской Федерацией с одной стороны и Европейским Союзом, и государствами, членами Европейского Союза с другой. И вот эти отношения, все 20 с лишним лет, строились на двух уровнях, не совпадающих. А фактически был еще третий низовой уровень, это непосредственные связи. И с этой точки зрения, когда мы рассматриваем, мы должны сказать, что эти 20 с лишним лет, они были конструктивными в каких-то своих вещах. Это прежде всего колоссальные связи на уровне предприятий, промышленных, торговых, сельскохозяйственных, банков, финансовых учреждений, научных организаций, высшие школы, средние школы, культуры, туризма, спорта и так далее. А теперь санкции, все уходит на то? Не все уходит. Не все уходит. Санкции нанесли удар по двум линиям. Это торговля и инвестиции. В основном инвестиции Запада сюда. И, естественно, кредиты, которые нам предоставлялись в соответствии с тем, что в торговле всегда нужны кредиты, потом ты их выплачиваешь. Ухудшение условий кредитования и запрещение кредита по целому ряду наших банков. Но связи на научном уровне, связи на культурном уровне, связи на спортивном уровне, связи на уровне образовательных учреждений, они остаются, они продолжаются. Поэтому я считаю, что это очень важно подчеркнуть. Ну хорошо. А поворот на восток, который акцентирует Бардачев? А нет пока поворота на восток, на мой взгляд. Потому что первое место Европейский Союз как занимал в нашей торговле, так и занимает. И неправильно считать, что вот теперь Германия вторая, когда первая, потому что общую торговую политику проводит Европейский Союз. Это компетенции Европейского Союза, а не государственных членов. А непосредственные связи развиваются на уровне, естественно, двустороннем. Поэтому у нас есть экономические, остаются связи торговые. Ну хорошо, они сократились на треть, но все-таки 44%. Это существенно очень. У нас есть связи инвестиционные, хотя они резко сократились, но они есть. Только что у нас два дня назад выступал посол Италии. И рассказывал о экономических связях между итальянскими фирмами. И российскими компаниями, которые продолжают сейчас и разрабатываются новые проекты. Так что не все так уже. Хорошо. Владислав, ваш взгляд тоже на эту концепцию Валдайского клуба «Россия, уходящая из Европы»? Ну, слушайте, давайте, если мы обратились к этому документу, я позволю себе несколько раз его процитировать. Потому что, в общем-то, он заслуживает определенного внимания. Хотя я, конечно, тоже не солидарен в данном случае с его авторами. Но мне не кажется, что речь идет о такой спокойной констатации, что Россия уходит от Европы, а Европа уходит от России. Я увидел в этом документе совершенно другую тональность. Вообще-то говоря, если говорить без особых политесов, он очень напоминает некий ультиматум. Что нужно сделать Европе, чтобы Россия с ней начала снова общаться? Ну, не говоря о шестом пункте, который выдвигают валдайские товарищи, это отмена всех санкций против жителей Крыма и ограничение их прав. Там идут другие пять пунктов, которые, в общем-то, в очень таком требовательном контексте обращены к Европейскому Союзу с тем, чтобы были проведены определенные шаги, после которых Россия будет с ним общаться. Само по себе это показывает не столько то, что Россия хочет уйти от Европейского Союза, сколько, в общем-то, скорее всего, то, что она не хочет от него уходить. Но она требует определенного уровня уважения и восприятия ее собственной картины мира. С этим, я думаю, будут проблемы. Но так или иначе, я пока не вижу, вот еще раз повторю, в докладе Вадайского клуба жестко сформулированное стремление уйти от Европы. Я вижу в нем другое, скорее. Это глубокое разочарование вот того, что говорил господин Барко о норме, что у нас разные нормы, и Россия все время взывает к Европе с предложением принять российские нормы. Чем обиженно владается? Вот даже там была прекрасная фраза, что Россия желает, ну или хочет от ЕС, общаться с ним как с ответственным и предсказуемым партнером. Вот что понимается под ответственностью и предсказуемостью в данном случае? Неужели ответ в виде санкций на оккупацию Крыма был непредсказуем? Он для Лукьянова был непредсказуем? И для кого? По-моему, ответ такого рода был предсказуемым шагом любой нормальной цивилизованной страны, в том числе Европейского Союза в целом. Вот какой предсказуемости наши уважаемые коллеги призывают Европу? На мой взгляд, как раз непредсказуемо Европа промолчала в ответ на Крым. Что касается, допустим, опять-таки торговли, четко сказано в этом же докладе, что люди хотят, чтобы Россия торговала и выстраивала торговые и экономические отношения с отдельными странами Евросоюза. Но послушайте, действительно правильно было только что сказано, что политика внешней торговли – это прерогатива единых и общевропейских институтов. Это действительно то же самое, чтобы европейцы сказали, хорошо, но мы будем выстраивать отношения, допустим, отдельно с Тамбовской областью, отдельно с Чукотским автономным округом. Или, допустим, вы говорим, русские говорят о том, что мы не хотим соглашаться с требованиями третьего энергопакета. А почему тогда европейцы должны соглашаться с тем, что из России экспортером газа является только «Газпром»? Вы знаете, это настолько бредовое предложение с нашей стороны. Типа вы принимали свои законы, но мы вот не хотим, чтобы вы им следовали. Вот в этом отношении, я думаю, что этот момент, он абсолютно странен само по себе. Я еще потом отдельно остановлюсь на прочих обстоятельствах. Но вот идея ультимативности, она, с одной стороны, выдает обиду, с другой стороны, она, в общем-то, выдает очень четко проявляющееся желание не уходить, а просто выяснить отношения. Ну а с другой стороны, я согласен с Юрием относительно, допустим, ситуации в Повороте на Восток. Понимаете, когда господин Сусова говорит о том, что Китай стал первым торговым партнером России, а Германия вторым, ну, знаете, я просто хочу сказать, что это показывает нормальность России. Потому что за те годы, пока Китай стал нашим первым торговым партнером, он стал также и первым экспортером в МИИ, оттеснив Германию на второе место. Ну просто идем в тренде. Я хочу знать, что, раз уж вы эту тему затронули, я хочу все-таки, вот этот вот шестой пункт, он там выделен отдельно и достаточно ярко и очень ультимативно, вот про требования к Евросоюзу по поводу Крыма. Давайте мы дадим, собственно, его изложение, а потом обсудим. Это Тимофей Бородычев, пожалуйста. Европейский Союз должен снять санкции с жителей Крыма, являющихся российскими гражданами. Европейский Союз должен отменить все визовые ограничения в отношении проживающих в Крыму людей. Европейский Союз должен отменить ограничения на взаимодействие с компаниями и фирмами, зарегистрированными в Крыму. Снять запреты на заходы судов в Крымские порты. Та политика, которую Европейский Союз проводит не в отношении России, а в отношении совершенно конкретных людей, проживающих в Крыму, нам представляется глубоко несправедливой и неадекватной. В конце концов, после того, как страны из Прибалтийской республики стали частью Советского Союза, никто санкций на их жителей не накладывал. И уж если Европейский Союз не признает Крым российской территорией, то за что же, вы спрашиваете, наказываете его жителей? За то, что их оккупировали? Очень странное и, мне кажется, нелогичное решение. Поэтому мы понимаем, что с дипломатической точки зрения, возможно, данное предложение является слишком сильным шагом вперед, но мы посчитаем необходимым его акцентировать. Ну и, наверное, последнее. Мы считаем, что с нашими европейскими партнерами или друзьями мы должны говорить на языке интересов. И мы должны начинать обсуждение любого вопроса с указания на конкретные интересы, а не на общие ценности или общие взгляды на тот или иной сюжет. Так нам будет гораздо легче, быстрее, эффективнее договариваться. Ну вот, действительно, тут такая в этом выступлении яркая проговорка про Прибалтику, что мир, так сказать, смирился со сталинской оккупацией, не наказывал как-то там население и все прочее. То есть, внутренне господин Бордачев понимает, что аннексия Крыма, она сродни, собственно, захвату стран Балтии в 1940 году. Вот. Ну, тут, что касается наказания, я думаю, что жители Крыма, которые сохранили там украинские паспорта, могут получить визу без всяких проблем через Украину, так сказать. Большого там наказания особо нет. Как вы прокомментируете вот этот вот шестой пункт ультимативного свойства? Там есть вообще доля истины определенная, что рядовые граждане от того, что произошло, не должны страдать. Потому что у них есть родственники, скажем, где-то в западных странах. Есть какие-то дела, связанные с их деятельностью, с коммерческой или какой-то другой. Учиться они захотят ехать туда, дети там, крымчан, независимо от того, оформили они русский паспорт или не оформили еще, или сохранили украинский. Тут есть о чем подумать. Но я хочу другое подчеркнуть. Вот пять пунктов, которые сформулировала госпожа Медерини, то есть это Евросовет был, да, они тоже достаточно жестко сформулированы по отношению к России. Там тоже нотки сильные звучат. В частности, второй пункт как раз говорит о том, что начинайте с того, что вы должны выполнять стороны все минские договоренности. И при всех ситуациях признание Крыма частью Российской Федерации этого ждать от Евросоюза невозможно и не будет. Поэтому такой ультимативный тон шестого пункта, мне кажется, тоже чрезмерный. Но есть о чем подумать. Это в том случае, если будет какой-то прогресс в выполнении минских договоренностей, и если стороны придут к тому моменту, когда можно будет начать осторожно снимать санкции или облегчать. Тогда в рамках такого можно подумать о том, как улучшить ситуацию с крымскими рядовыми гражданами. Вы знаете, тогда, раз уж мы затронули там и Донбасс тоже, и минские договоренности, я хотел бы еще, чтобы нам дали послушать вот как раз выступление Дмитрия Суслова, как раз в части того, как сотрудничать по каким конкретным вопросам, о чем вот все время они говорили, что надо опираться не на какие-то там общие ценности, а вот по конкретным вопросам, вот как раз по части Минска. Пожалуйста, дайте этот фрагмент. Это проблема европейской безопасности, например. Очень конкретный сюжет. Если до конца этого года не будут выполнены минские соглашения, то, скорее всего, при новой американской администрации произойдет новый раунд эскалации конфликта на востоке Украины. Нужно ли это Европейскому Союзу, нужно ли это России? Разумеется, нет. И для того, чтобы преодолеть это и, наконец, заняться обсуждением вопроса европейской безопасности, не только Украины, но в более широком контексте, необходимо выстраивать соответствующий диалог между Россией и Европейским Союзом. Проблемы Ближнего Востока, которые будут нависать и над Европейским Союзом, и над Россией на протяжении ближайших десятилетий, потому что комплексная дестабилизация Большого Ближнего Востока только началась. Без сотрудничества России и Евросоюз эту проблему не решить. Поэтому этим надо заниматься. Для реализации этой новой повестки дня Россия нуждается в сильном и дееспособном Европейском Союзе. Я к Владиславу тогда иноземцеву обращусь. Владислав, вы не почувствовали вот в этом корректном тексте некую угрозу? Не будете с нами разговаривать, будет дестабилизация в Донбассе. Не будете с нами, так сказать, тоже идти нам навстречу, будет комплексная дестабилизация на Ближнем Востоке, так сказать, через Сирию, например. Ну, нет, смотрите, я все-таки рассматривал, смотрел этот доклад, посвященный Европе и России, и так далеко я не заходил. Мне хотелось бы зацепиться за последние слова Тимофея Бородачева по поводу интересов. В данном случае я с ним полностью согласен, что в действительности нужно говорить в диалоге между Европой и Россией с позиции интересов, а не с позиции каких-то абстрактных схем. И вот если мы вернемся к этой теме, то мы увидим, что, собственно говоря, вот эта политика, которая сейчас ведет российское руководство, она приводит к тому и будет приводить, что интерес Европы общаться с нами будет все меньше. В том же самом докладе Владайского клуба существует очень красивая линия, указывающая глубоко вниз на объемы торговли между Россией и Европейским Союзом в последние годы. И если, господа, которые написали доклад, очень рады тому, что эта торговля снижается, это противоречит их собственным тейсам и интересам. Нет и торговли, нет инвестиций, нет интересов. Можно сколько угодно рассказывать сказки о том, что Европа страшно пострадала от наших продуктов ранее санкций, но сельскохозяйственный экспорт из Европы и из всех ведущих стран Европы вырос и в 2014, и в 2015 году. Поэтому в данном случае европейцы будут просто перенастраивать свою экономику, понимая, что на восток от границ Европейского Союза лежит некая черная дыра, которую в экономическом смысле слова рассматривать как перспективный рынок не нужно. Вот насколько это соответствует нашим интересам, мне не очень понятно. Я думаю, что это не соответствует нашим интересам. Но это соответствует европейским интересам. Если вы вспомните ситуацию с Финляндией, которая столкнулась с самым крупным экономическим кризисом в своей истории современной депрессии после распада СССР, то после этого, через 6 лет достаточно тяжелых страданий, мы увидели новую финскую экономику, компанию Nokia и многие другие достижения в Финляндии. Поняв, что на востоке нечего искать, страны перестроятся. Я думаю, то же самое произойдет с Восточной, точнее с Центральной Европой, и интересы, которые говорит господин Бордачев, вообще перестанут существовать. Владислав, а можно тогда, опять же, конкретно, вот хорошо, по конкретному пункту, вот эти Минские соглашения, Донбасс и все прочее, так сказать, ну а тут что может быть, да? Слушай, здесь может быть все, что угодно. Я еще хочу сказать, что я вполне допускаю и какую-то раскрасацию проблем на востоке Украины, но мне кажется, что само по себе тематика вот этого украинского конфликта, она немножко сходит на нет в том плане, что Европу он глубоко утомил. И здесь опять мы возвращаемся к вопросу интересов. Украина, если она хочет действительно идти в Европу, нужно показать, чем она может быть интересна европейцам. Когда украинское руководство рассказывает европейцам о том, что они будут защищать с оружия в руках Великую Европу от ужасной России... Что они делают? Ну, слушайте, честно говоря, в это никто не верит. Во-первых, они делают это очень неуспешно, с одной стороны. А с другой стороны, никто не видит в Европе особую угрозу от России. Давайте будем откровенными. Поэтому пока Украина не убедит Европу, что она нужна европейцам, по тем, тем, тем и иным экономическим причинам, с точки зрения интересов, а не с точки зрения абстрактной геополитики, к которой Европа сегодня очень сильно охладела, с этим я согласен, у них ничего не получится. Поэтому я думаю, что Европа будет меньше стоять на страже Украины, чем она стояла раньше. И в этом отношении у российских властей могут быть дополнительные возможности по продвижению своих интересов на востоке Украины. Я думаю, что апофеоз в отношениях Украины с Европой закончился на сегодняшний день. Просто потому, что серьезного движения страны Украины Европа не видит. Ну вот наш гость Юрий Барко говорил, что в докладе действительно тема Украины, скажем так, мягко и не раскрыта. Я попытался у Тимофея Бордачева, собственно, выяснить, а как они, докладчики, относятся вот к этой ситуации с непризнанными государствами, республиками этими в Донбассе и ко всему остальному. Ну, давайте послушаем Тимофея. Я думаю, что решение проблемы Восточной Украины – это дело украинского народа, который должен организовать национальный диалог и национальное примирение. И не дело России и Европейского Союза за жителей Донбасса и за жителей остальной части Украины что-либо решать. Это первое. Второе. В нашем докладе, в том разделе, где речь идет об энергетическом сотрудничестве, мы упоминаем, что Россия может рассматривать вопрос сотрудничества по линии «Россия, Украина, Европейский Союз» в плане сохранения транзита. Мы должны договориться четко об условиях этого транзита и долговременных правилах игры. Ну, то есть вы считаете, что российского вмешательства на территории Восточной Украины вообще не существует? А я не могу это комментировать, поскольку я не занимаюсь этим вопросом. Вот это был Тимофей Бордачев в позиции, я бы сказал, такого умного и ловкого страуса, который от проблемы уходит. А что вы скажете об этой ситуации? Я прежде всего хочу задать вопрос самому себе и всем. В чем заключались с самого начала и сейчас заключаются цели России по отношению к Украине? Это очень интересный вопрос. Вот ключевой вопрос. Ведь когда произошла эта история с Крымом, которая началась не с референдума в Крыму, а началась с зеленых человечков, о чем наш президент потом откровенно сказал. А я бы сказал, что она началась все-таки раньше, в тот момент, когда от Януковича требовали не ездить в Вильнюс и не подписывать никаких бумажек с Евросоюзом. И дестабилизировали ситуацию. Она еще раньше началась. Она началась в 2004 году, когда столкнулись на президентском ВВУ в Украине глава проевропейской партии Ющенко и глава пророссийской Янукович. И тогда, собственно, столкнулись в прямом соперничестве России и Евросоюз, которые, соответственно, стояли за этими. Тогда еще началось. Но все-таки решающий какой-то поворот произошел. Но Крым, получилось, его как будто бы брали в компенсацию за падение правительства Януковича. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы вас накажем, заберем Крыму. А дальше? Это тоже было провоцирующе, потому что выбрали Вильнюс для саммита партнерства. Вильнюс, столица Литвы, которая в тот период выступала номер один, так сказать, с антирусской позиции, с наиболее жесткой позиции. Да, скажем так, не антирусской, но наиболее жесткой позиции. Поэтому здесь это соперничество двух партнеров Украины с Запада и Востока началось, потому что Украина находилась в состоянии, по существу, банкротства. Она раскололась на две вещи. Главное то, что должна была сделать украинская элита, это содействовать национальной консолидации, развитию национального самосознания народа, который никогда не существовал в таких границах, тем более как единое государство. В этом, главным образом, провалилась элита украинская, и это сделало Украину слабым звеном, не объектом, не субъектом, а объектом европейской политики. Политики Европейской Союза, и политики России, и так далее, и так далее. Вот как он начинал. Ну, они же консолидировались зато теперь на той территории, которую удержали. Естественно. И Россия своей политикой способствовала за два года, вот этого, 2013-2015, сделала больше в развитии национального сознания украинцев, чем все украинские верхи за предыдущие 20 лет. Вот история. Спасибо Путину, должны сказать, получается. Ну, должны сказать. Хотя кровь пролилась, и большая кровь. Сейчас я кончу. Да, конечно. Но сейчас проблема заключается в том, что действительно, по-моему, Кремль до сих пор для себя не решил, что ему делать. Была же идея, Крым начинается, потом Новороссия. Русский мир идет, да? Они же хотели русский мир. Полтора месяца российская пропаганда говорила о Новороссии. А потом, после визита Бургальтера, президента Швейцарии, и разговора с ТТТС Владимировичем Путиным, он выступил на пресс-конференции и сказал, да нет, пусть они выбирают нового президента, мы его признаем. Что-то между ними случилось. А что, я не знаю. И никто не знает. И никто не объяснял этого. А теперь ситуация, либо, либо действительно надо нажимать на эти столицы этих двух республик, а Евросоюзу нажимать на Киев, чтобы все-таки посадить их за стол и найти компромиссное решение. Никакого другого решения не может быть. Только компромиссное. Тяжелый компромисс. Но это единственный путь для постепенной нормализации. Мне кажется, что в Украине огромное количество людей абсолютно уверено, что этот минский процесс ни к чему не приведет, что от него надо отказаться. И что это абсолютно бессмысленная потеря времени. Ну, в конце концов, пусть некоторые считают, что эти территории живут своей какой-то особой жизнью до, я не знаю, морковкиного заговения. А Украина будет строить свою европейскую политику пока без них. Как это делает Молдова без Приднестровья, а, скажем, та же Грузия без Осетии и Абхазии. Владислав, что вы об этом скажете? Европа будет нажимать на то, чтобы добиться неисполнимого, исполнить вот эти минские договоренности, которые каждая сторона трактует по-своему? Я думаю, что нет. Понимаете, мне кажется, что... Я хочу так очень кратко об этом сказать, потом все-таки вернемся к нашей основной теме. Если говорить об Украине и о конфликте на восточных регионах, то мне кажется, что мы попадаем в очередную, скажем так, серию вот этих постсоветских конфликтов. И когда Юрий говорит про компромиссы и о том, что где-то должно что-то случиться и какая-то появится с точки зрения общая, я в это, честно говоря, не верю, потому что ни один постсоветский конфликт не был так решен. Мы видим 25-летний замороженный конфликт в Карабахе, который вот недавно взрывался и снова потихонечку успокаивается. Мы не видим никакого компромисса в Приднестровье, никакого компромисса в Северной Осетии и Абхазии. И здесь я тоже не жду компромисса в ближайшие лет 15, как минимум. Поэтому мне кажется, что эта тема... И, собственно, в данном случае я... Это редкий пункт, когда я солидаризируюсь с Валдайцами, в том плане, что они не трогают эту тему в российско-европейских отношениях и делают правильно. Потому что эта тема абсолютно не имеет никакого конкретного решения в обозримом перспективе. Возвращаясь обратно к Валдаю, я хотел бы что сказать. Посмотрите, в этом докладе существует... Еще раз хочу повторить свою основную мысль. В этом докладе постоянно присутствует, может быть, в качестве какой-то обиды, может, в каком-то другом контексте, одни и те же постулаты относительно того, что Европа и Россия не только два разных мира, но и два мира, которые могут существовать близко, но совершенно самостоятельно. Непосредственно было сказано прямо таким образом, что будущее России и ЕС не вместе, но рядом. Очень хорошая формировка. Чуть дальше там же было сказано, что для развития Евроазиатского экономического союза, в котором многие наши эксперты и политики видят будущее Российской Федерации, отношения с Европейским союзом не имеют никакого особого значения. И в этом отношении, наверное, тоже правы. То есть постоянно говорится о том, что отношения наши были хорошими, когда-то хуже, много было интересного, но сейчас мы, собственно говоря, можем обойтись друг без друга. Но по большому счету, мне кажется, что надо быть последовательным и следующий доклад выпустить на тему того, каким образом Россия будет строить свою жизнь, как будто Европа не существует рядом. Потому что Европа, я убежден, уже строит свою политику в таком виде, как будто Россия не присутствует вообще. И через несколько лет, если идти такими же темпами страны европейцев, мы действительно не будем знать на них ничего. С учетом того, что, допустим, 8 мая в Германии были отрицательные цены на электроэнергию в связи с перепроизводством электроэнергии воздумевляемых источников, Даня к 1935 году переходит полностью на самовеспечение по электроэнергии, Исландия уже перешла и так далее, и так далее. И мы через 10-15 лет дождемся того, что реально Россия и как рынок, и как поставщик будет бессмысленна для Европы. И вот такого рода политикой мы приближаем этот момент, который для европейцев, убежден, будет не худшим. Понятно. Я, знаете, что хотел. Я хотел все-таки немножечко еще посвятить наш разговор сознанию людей. Вот как они воспринимают Европу, Евросоюз, как врага, как оппонента нынешней власти, как что? Вот мы их спросили тут на улице. Давайте посмотрим и обсудим. Считаете ли вы Европу врагом России? Или они просто оппонент для нынешней власти, а не для самой страны? Прежде всего, они оппоненты для нашей власти. Для нашей страны нет. Они рабочие люди, они очень хорошо умеют работать, они профессионалы, они работают, занимаются своими делами. Работа, семья, для них это важнее всего. А вот, конечно, государственные власти их, это, конечно, страшное явление, к сожалению, как мы уже поняли. Но врагов мы в них не видим. Я думаю, что... Мы часто летаем, мы очень любим путешествовать, поэтому у нас только наоборот. Они хорошие, у них правильный подход к жизни. Я думаю, России нужно немножко выравниваться и тянуться к тем же самым ценностям жизненным, как принято в Европе. Мы все враги друг к другу. Даже и русские против друг друга, и европейцы против друг друга, и американские. Мы друзья навеки. Нет. Навеки. Они не враг России. Они просто следят курсу Фарвата, курсу Вашингтона идут. Наверное, она не является врагом России, но она всю жизнь как бы Россию-то придавливала, господа молодые. Я простой человек и с простыми людьми из Европы. У меня есть неплохие отношения, у меня есть знакомые там. Так что нет, не считаю. Союз этот, европейский, который там, значит, они ведут себя по отношению к России пренебрежительно. Пренебрегают нами. Информационную войну ведут против нас, наговаривают о нас всякое. Но все-таки нам надо искать не пути конфронтации, а пути диалога, компромисс надо находить. Мы как бы один континент, мы вместе живем. Зачем с ними ругаться? Ну, я часто бывал в Европе, общался с людьми. В общем, дружелюбные люди. Откуда тогда берется вся эта воинственность? А вы телевизор не смотрите, и тогда никакой воинственности не будет. Ну что, Юрий Антонович, как вы прокомментируете мнение народа? Ну, во-первых, оно очень разнообразно. И это хорошо, что оно разнообразно. Во-вторых, конечно, влияние нашего телевидения, нашей пропаганды все-таки чувствуется. Но в цену я не думаю, что... Я не видел последних данных левадовских опросов, потому что до 2014 года 70-75%, 65% русских были, считали, что это наши друзья, что у нас хорошие отношения. Даже энное количество процентов это были за то, чтобы войти. Вот я не знаю нынешних данных. Наверное, они другие. Ну, я не думаю, что они катастрофические. Владислав, как вы воспринимаете мнение народное тоже? Ну, слушайте, я воспринимаю его как очень адекватное. Я даже предполагаю, что оно было более критичным. И в целом, это весьма адекватное, правильное мнение. И я бы подчеркнул не только проблемы телевизора, а кто-то из опрошенных сказал совершенно справедливо, что европейцы живут своими делами, работают, занимаются собой, чему, собственно говоря, и нам бы надо было уметь учиться. И, по большому счету, российская проблематика интересуется гораздо меньше, чем нас европейская и нас украинская. Я, кстати, знаете, тут один вопрос получил, Владислав. Может, вы ответите, один из слушателей мне написал, что вот этот вот процесс, да, ухудшение отношений с Европой, может быть, это из-за того, что российская власть, она так реагировала на продвижение НАТО. Вот, мол, Европа виновата, НАТО продвинулась, а Россия так возбудилась. И дальше все вот понеслось. Там, мюнхенская речь, агрессия в Украине и все прочее. Что скажете, кто виноват-то? Слушайте, на самом деле, этот вопрос очень непростой. И мне кажется, мы не касались этого темы, но она, на самом деле, очень важная и достойная отдельной передачи. Мне, конечно, кажется, что виноваты все стороны. И говоря о том, что виноват ли Европа, я считаю, что безусловно, в том плане, что после конца Харвардной войны, безусловно, была замечательная историческая возможность реально для создания какого-то большего объединения, чем Европейский Союз, или расширения Европейского Союза на постсоветские государства, включая Россию. Но то, что Александр Янов призывал какой-то план маршала там и прочее, так сказать, у него были яркие идеи. Нет, знаете, план маршала – это экономическое мероприятие. В данном случае Россия была готова… Ну почему? Оно и политическое было. Спасло Европу от сталинизма. Да, но в любом случае, мне казалось бы, что в то время Европа недооценила не столько там нужду, так сказать, свою в России, какие другие обстоятельства, она недооценила то, что Россия не является нормальной страной. В той же мере, в какой Европа сделала эту ошибку в отношении Германии в начале 20-х годов, когда она считала, что Вильямовская Республика – это прекрасная рыночная демократическая экономика, то же самое на ошибку в отношении Ельцинской России. Я вас ловлю на слово. Между прочим, вы сказали тут, что не надо никаких параллелей с Гитлером. Вот я вижу, что вы сами пошли по этому самому пути. Так что, слушайте, Австрию в свое время точно так же, как Крым или Суде, это Гитлер присоединял. Так что и тут есть параллели, и там есть параллели. Есть одна проблема. Дело в том, что тогда все-таки это было время больших мировых войн. И насилие было, общество было гораздо более склонно к насилию и войнам, чем сегодня. Мы проиграли в 1991 году не настоящую войну, а холодную. И то, что сейчас мы видим в России… А я считаю, что Россия победила российский народ, победил собственное правительство, избавился от коммунизма. А холодной войне победителей не было. Ну, можно и так, да. Я просто хочу сказать, что параллели здесь не может быть, потому что нынешняя конфронтация не приведет к каким-то военным конфликтам, как это было в 30-е годы. Но все равно некая повтор, знаете, как историческая история развивается в виде трагедии фарса. Вот некий повтор в виде фарса, он сегодня присутствует. И Европа, если бы она была более дальновидной, она могла бы это предвидеть. Хорошо, давайте мы Юрию Барко дадим слово, а то я, извините, уже вас затыкаю долго. Я просто тому, что сказал Бориславу, одну вещь хочу жить. На одном из конференций, где я присутствовал лет 10 назад, да, нет, больше лет, 15 назад, там выступал, тоже посвящено было отношения между Россией и Евросоюзом, и Западом, и американцами. И выступал там один полковник, он ракетчик, он руководитель был начальник одной базы дальнего этого самого слежения. Он мне сказал, у меня очень простой подход. Если НАТО продвигает свои установки ближе к России, или там, скажем, першинги появляются в России, это значит вдвое или втрое сокращается подлетный путь. И у нас сокращается время для того, чтобы привести в готовность свои ракеты и пустить их. И его взгляд, я понял, ответ профессионала, военного. Поэтому, конечно, в продвижении НАТО на восток был провокационный элемент. Ну, знаете, надо было просто переговоры вести, видимо, по-другому. Вероятно, вероятно. Я подозреваю. Вероятно. Знаете, еще одна, мне кажется, важная тема, тоже один из слушателей мне подсказал, что вот для России, собственно, кстати, и для Германии тоже, одна из, собственно, неприятностей была связана, собственно, вот и в Николаевское, например, время, и потом это попытка отказаться от европейской идентичности. Ну, скажем, вот, Николай I пытался закрыть страну, да, и ее держать, так сказать, в стороне от европейской жизни. Ну, потом был крах. Вот не переживаем ли мы нечто похожее? Как вы думаете? Ну, в общем, тенденция от размежевания с Европой, она сейчас чувствуется. Она чувствуется не только на уровне, скажем, высших руководителей, она, так сказать, в доминирующей части российского политического класса. Это так называемые системные партии, а это, в общем, большинство... Думская четверка. Думская четверка, совершенно верно. И это, очевидно, тенденция, которая какое-то время будет продолжаться, пока не произойдет какая-то перемена. Но мне все-таки кажется, что вот все-таки выступавшие здесь вот с улицы, которые там побывали, которые имеют связи с европейцами, которые видели, а сейчас уже так миллионы людей, которые побывали за эти, за 15-20 лет, и они себя ощущают там людьми идентичными европейцам. Они по-одинаковому думают, одинаково-то размышляют. И, в общем, человеческие ценности у них очень сходные. В конечном счете за ними стоит та или иная христианская религия и христианских ценностей. Это существенно. Это должно сыграть свою роль, по-моему. Жужда, Владислав, аж вы что думаете, собственно, о том, что все-таки Россия пытается, Россия путинская пытается удалиться от Европы? Как это повлияет на политический процесс в стране? Нет, слушайте, я думаю, что если не надо смешивать эти вещи, мы сегодня близко не находимся в той автархии, в которой находилась Николаевская Россия в середине 19 века. Еще не вечером. Ну, да, я согласен. Но я просто констатирую, вы спросили о сегодняшнем состоянии. Я не знаю, что будет дальше. Поэтому я могу сказать, что сегодня пока сравнений, я думаю, почвы нет. Что касается политического процесса, на мой взгляд, политический процесс в России идет по своей внутренней логике, которая обусловлена, в первую очередь, экономическими, финансовыми, интересными режимами. А внешняя политика, она скорее подыгрывает внутренней, но не является каким-то супер самостоятельным элементом в российской дархине. Поэтому я думаю, что искать в каких-то российско-корпийских отношениях путеводителей для внутренней политики очень сложно. В внутренней политике идет сама собой. Она, безусловно, главная двигающая сила в нашем процессе. Все, что остальное мы видим, это те издержки, которые необходимы для ее максимально эффективного с точки зрения власти проведения в жизни. Куда она идет-то перед выборами? Она? Нет, слушайте, какие выборы? Подождите, а вообще, есть ли смысл говорить о том, что будут выборы в 16-18? Она идет своим чередом к большему ужеточению, к большему контролю, к большему монополизации финансовых потоков. Все. Выборы это абсолютно, знаете, как 1 января, это случайный выборный день в календаре, так и выборы приблизительно такого значения имеют в нашем сообществе. Юрий, а вы, как вы считаете, выборы никакого значения не имеют? Нет, какой-нибудь, может, если, если удастся, все-таки, скажем, яблоко, полуощущенное количество мандатов, и там появится эта группировка, какое-то небольшое значение будет иметь. Но это пока очень вопрос, с тремя вопросами. Ну что ж, в общем, так мы и останемся с этими вопросами и в российско-европейских отношениях, и в том, что нас ждет в политике внутренней российской. Я благодарю Юрия Барко, профессора доктора экономических наук, и Владислава Иноземцева, тоже профессора и доктора экономических наук. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова